Если у вас есть заветное желание, то вам к святым воротам усадьбы Архангельская. Святые ворота стоят при входе номер 3 в усадьбу, поэтому я рекомендую воспользоваться именно этим входом и вначале исполнить ритуал перед святыми воротами, который заключается в следующем. Выбросить одно из желаний, оставив самое сокровенное, и пройти сквозь ворота. Но более подробно об этом далее. И затем прогуляться до храма Архангела Михаила. Дата основания которого – XVI век. Этот променад вы совершите бесплатно, так как храм действующий, и его оставили за пределами усадьбы для свободного посещения прихожан. Откуда же пошел ритуал загадывания желания под воротами? Последними владельцами Архангельского был древний и знатный род Юсуповых, происхождение которого связывали с крымскими ханами и пророком Магометом. Фамилия рода имеет необычную историю. Она произошла от имени Ногайского хана Юсуфа, который был мусульманином. Хан решил сменить вероисповедание и при крещении получил имя Дмитрий Юсупов, став дальнейшим основателем княжеского рода. Согласно одной из легенд рода, через день после крещения Дмитрию явился во сне пророк Магомет, который проклял род Юсуповых по мужской линии за вероступничество хана. Проклятие пророка было страшным. Все мужчины, наследники в роду Юсуповых, кроме одного, будут умирать в возрасте до 26 лет. Проклятие сбывалось с невероятной точностью. Когда младший сын Юсуповых Николай женился на Татьяне Александровне, он рассказал ей о проклятии рода. Тогда Татьяна, чтобы уберечь мужа от проклятия, выбросила перед воротами все свои мечты о богатстве, желая только одного – долгой жизни мужу. И с этой мыслью прошла в арке под воротами. Женщина искренне верила, что желание осуществится. В итоге Николай дожил до 80 лет, скончавшись в Париже. С тех пор считается, что ворота обладают таинственной силой и способны исполнять желания тех, кто искренне просит об этом. Но сначала пожертвуют каким-либо другим стремлением, потребностью, хотением. Существует версия, что нельзя загадывать что-либо на другого человека, так как тем самым влияешь на волю этого человека. И это не есть хорошо и опасно, как для того, кто загадывает, так и для того, на кого загадывают. Но данная легенда о жене Николая Юсупова и ее желание, направленное на мужа, исключение из правил. И я считаю, что причина как раз в том, что княжна отказалась от богатств, то есть поступила в ущерб себе, но во благо другого человека. Поэтому, милые дамы, не стоит проходить под воротами с желанием, чтобы кто-то к вам вернулся или женился на вас. Не рискуйте навлечь на свою голову неприятности. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал и расскажите об этом видео своим друзьям в соцсетях. Вдруг оно кому-то пригодится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!